Конференция «Ноосфера» проходит ежегодно в рамках проекта «Юный знаток природы». В ней участвуют школьники, представляя различные проекты и рефераты на весьма интересные темы. В этом году участвуют 75 ребят. На этот раз в Центре «Романтик» говорят об основе жизни – воде. Ребята в течение нескольких месяцев готовили проекты и доклады, проводили исследования на тему сохранения водных ресурсов. Все последние годы усилия над темой экологии начинают давать практические результаты, по крайней мере, в воспитании наших детей. Прошлый год, мы знаем, был годом экологии. Запущены четыре федеральные программы, которые сегодня осуществляются. А вот программа экологического воспитания – это, конечно, основа основ. В основном ребята изучали водоемы своей малой родины. Учница Гребневской средней школы Любовь Шушурина впервые приняла участие в конференции. Темой проекта «Любы» стали водные источники Гребнева, в частности, река Любосеевка, а также Барские пруды. Главное – не победа, а главное – участие. Главное – хорошо выступить и чтобы заинтересовать людей. Я очень люблю ходить по своему любимому родному краю, изучать местность. И меня почему-то заинтересовала очень сильно речка Любосеевка, морские пруды, как, собственно, они появились. Научно-практическую конференцию организовал Центр романтик при поддержке администрации округа. Ежегодно на наосфере ребята представляют лучшие работы, которые заранее отбирает компетентная жюри, в составе которого педагоги центра и других щелковских образовательных учреждений. Она проходит в рамках проекта «Юный знаток природы». Этот проект уже более 10 лет в нашем районе реализуется Центром романтик. И это экологический проект, и дети с удовольствием в нем участвуют. Программа же конференции включала в себя выступления не только ребят, но и студентов вузов, а также педагогов. Так, о состоянии водных источников планеты, важности бережного отношения к жизни на необходимым ресурсам участникам конференции рассказал доцент кафедры физической географии, природопользования и методики обучения географии Московского областного университета Денис Васин. Он представил доклад «Вода как стратегический государственный ресурс». Россия – страна богатая водными ресурсами. У нас 12 морей, у нас 60 тысяч километров границы, в том числе и водные, и многие из них проходят по водным объектам. О том, что нужно бережно относиться к природе, знают все. И здесь важно не просто в теории изучать состояние экологии родного края, но еще и практически применять свои знания, не засорять водоемы и леса, а помогать в их восстановлении. Я верю, что дети с уважением относятся к окружающей среде, в данном случае к воде. Но если дома воду мы не экономим, если дома мы не закрываем кран, если дома у нас капает, мы не следим, если у нас даже не везде еще стоят счетчики учета воды, и, к сожалению, то и дети не будут к этому относиться серьезно и глубоко.